Привет, ребята! Это Мэтт Корр и курс ConsulPaint.com. Сегодня мы будем изучать экшен в фильмах, а если еще точнее, различные телодвижения и позы. Как видите, этот персонаж на картинке бежит. Что-то подобное очень трудно организовать в классическом рисовании с натуры. Положение тела у персонажа не сбалансировано, поэтому неподвижно его можно наблюдать только на стоп-кадре или на фотографии. Как и в дальнейшем, мы не будем обращать внимание на контекст. Забудьте, что это научная фантастика и герой держит в руках автомат. Созредоточьтесь на его позе. Ситуацию вроде этой просто физически невозможно организовать в рамках рисования с модели. У вас не получится бросить модель под машину, чтобы получить нужный рисунок. Но в фильмах позы вроде этой можно найти без труда. Экшн-позы типа этой смотрятся на иллюстрациях просто супер. Обратите внимание на группы персонажей. То, как эти персонажи взаимодействуют друг с другом. Один парень пытается броситься на другого, а полицейских разнимают. Но такую сцену в реальности вам не удастся организовать. И опять же, в фильмах можно найти что-то подобное, и это не составляет проблем. Это еще один отличный шанс посмотреть на один и тот же объект с разных углов. Например, довольно трудно будет рисовать модель с этой точки зрения. Но в экшн-фильмах найти подобный ракурс очень легко. Лично я очень люблю сервисы для просмотра видео типа Netflix. Потому что я люблю смотреть экшены не из-за сюжета, а чтобы поймать вкусный кадр. В них в любой момент может появиться вот такая крутая поза, с такого крутого ракурса. И позже я смогу использовать этот материал в своей работе. Очень полезно смотреть и анализировать позы в сценах драки. Конечно, можно найти спортивные фотографии. Например, фотографии из боксерских матчей. Но драки и бои в реальном мире не могут заменить постановочные бои в фильмах. Позы типа вот этой крайне гиперболизированные и драматичные. Это то, что позже мне чрезвычайно пригодится во время работы. Я повторюсь еще раз. Не следует воспринимать эти стоп-кадры слишком буквально. Итак, вот персонаж из фантастического боевика. В руках у него автомат. Если абстрагироваться от контекста и сконцентрироваться только на позе, то этот персонаж может стать кем угодно. Вот, к примеру, сейчас он солдат из будущего. Но после небольшой обработки перед нами уже рыцарь. Итак, как и в следующих занятиях, очень важно сконцентрироваться на одном аспекте изображения. Как я считаю, порой лучшие работы получаются тогда, когда ты заимствываешь элементы у кого-то еще. И это не плагиат. И не просто рисую копию сцены из фильма. Я просто беру из этого изображения какой-то один процесс и использую его, чтобы привести свой мозг в работу. Дать ему нужный толчок. Если бы вы не видели стоп-кадры из фильма, вы бы ни за что не догадались, что я в своей работе опирался на фильм «Звездный десант». Если я помещу своего рыцаря в соответствующую обстановку, скалы, камни, замки, то у меня получится абсолютно не связанный с фильмом рисунок. Неважно, смотрите ли вы экшен ради удовольствия или ищите в этих фильмах материал для работы. Экшен-сцены – это отличный источник интересных поз и телодвижений. Ищите, пробуйте. Спасибо за внимание. Желаю вам удачи. Продолжение следует...